Всем привет, меня зовут Лина Дианова, я клинический психолог и гештальт-терапевт. Как только Ксения Собчак выпустила свое интервью с Сатьей, пожалуй, только сам Сатья не попросил его разобрать. И я немедленно это сделала. Как только я это сделала, мой YouTube-канал заблокировали. Я до сих пор не знаю, в чем именно была причина блокировки, но подозреваю, что Сатья договорился с богами. И не знаю, кто там, Шива, Вишну или Брахма отвечают за YouTube. Но проклятие оказалось недолгим, и слава Яриле, канал разблокировали. Начнем же наш бомбезный разбор. И сегодня будет то, что вы много раз просили, в том числе обзор манипуляций от Ксении Собчак. Такое духовное кришнаитское имя, и переводится оно как «Слуга абсолютной истины». Здесь мы видим, как Ксения закидывает первую манипулятивную удочку. Ей нужна эта манипуляция для того, чтобы потом к ней апеллировать. То есть все, что вы говорите, это абсолютная истина, и мы имеем удовольствие наблюдать, как дважды не ведется Сатья на эту манипуляцию. Это так? Вы слуга абсолютной истины? Ну, имя так переводится. К вам уже это имеет прямое отношение? Вы же свое имя придумали себе, как я понимаю. Не, ну немножко не так делается. Это ты не придумаешь. Ксения так просто не сдается и делает новый виток в попытке протолкнуть то, что она считает нужным. Имя «Слуга абсолютной истины» он вам дал. Но Сатья продолжает быть настойчивым. Он посчитал, что оно вам соответствует. Нет, 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 нет. Это не привязывается к качествам. В этом смысле у него есть чему поучиться. Он раз за разом очень спокойно опровергает мысль Собчака. Когда вы видите в разговоре, что, очевидно, вам пытаются протолкнуть какую-то мысль, которую вы не имели в виду, не надо опровергать и говорить. Нет, это не так, потому что чем больше вы объясняете, тем больше зацепок даете манипулятору. Просто говорите, как есть, что это не так, и говорите свою мысль. Как? Как именно? Мое духовное имя, этот псевдоним, он перекочевал. Может быть... Ну, так это все-таки псевдоним или духовное имя? Соответствуете вы ему, как вы сами считаете? А тут уже нам есть чему поучиться у Ксении. Несмотря на очевидное сопротивление Сатьи, довольно грамотное, Ксения бьет в одну и ту же точку. У нее есть задача – показать, что он несет полную херню, а думает, что он соответствует некоторой истине. Вот это она и пытается ему вручить. Семь тысяч рублей и по две тысячи пятьсот за одну лекцию. То есть тогда вы просто... Столько стоит, да? Да, да. Ну, наверное, да. И вот мы видим первую ужимку Сатьи. Ну, да, наверное. И сразу становится понятно, что в этом интервью он будет играть роль бессеребренника, которому материальный мир чушь. И сразу скажу, я-то уже это интервью посмотрела, именно эта роль в итоге его закопает. В некоторых местах он будет неловким и даже смешным. Хочу обратить внимание на положение тела героя. Одной рукой Сатья упирается в кресло и одновременно как бы отодвигается телом. В предыдущих выпусках я вам рассказывала, что вообще-то, когда человек, например, делает вот такое движение руками, это выглядит даже нападающе. Или вот такое движение руками, когда человек нуждается в опоре, и он как бы усиливает слова через опору руками о предмет. Но здесь это совсем другое. Посмотрите, что вот это напоминает? Это напоминает испуг, когда ему опасно приближаться к человеку, в данном случае к интервьюеру, и он всеми силами, вот знаете, как кот вот так упирается, там, не подходи ко мне, да, и вот он делает то же самое. Ксения же, наоборот, сидит как пантера. Она чувствует себя абсолютно уверенно. И особенно я, конечно, впечатлена ее нарядом. Подчеркнуто сексуальное платье она не случайно надела к мужчине с патриархальными взглядами. Такой тонкий троллинг. Приятно вам было оказаться среди самых влиятельных людей с точки зрения... А вот с этого момента стало довольно неприятно наблюдать за игрой Сати. Ксения резонно спрашивает его, приятно ли ему оказаться в списке самых влиятельных людей интернета. На что вначале Сати дает очень вменяемый и честный ответ. Доверие. Сати, этого ответа достаточно. Дальше-то что началось? Я не знаю, как это делается, кто это создал, мне просто прислали. Этими фразами он дает понять, что ему как бы не важно, в каких он рейтингах, и он за этим не следит, а потом и вовсе выдает. Да, даже если бы где-то на гараже был написан там Сати чемпион, ну, конечно, приятно, что там кривляться. Что там кривляться, и все-таки он кривляется. Он ставит на одну ступень список самых влиятельных людей интернета в плане доверия, и если бы кто-то на гараже написал Сати чемпион. Ну да, действительно, никакой разницы для такого почти святого человека. Снова вот этот образ нарочитой простоты, о котором я говорила. Зачем он играет в такого дурачка-простачка? Конечно, я-то ответ уже знаю, и вам уже совсем скоро покажу. У вас есть это ощущение от вашей работы? Ну, есть какие-то подписчики, иначе это людям интересно. Ну, есть какие-то подписчики, ну, какие-то больше двух миллионов. Каких-то подписчиков. Блин, можно подумать, что он не знает, сколько у него подписчиков. Очевидно, что хотя бы больше двух эту-то цифру он знает, но он продолжает делать вид, что ему совсем не важно. Это очень интересный психологический момент про Сатио. Здесь он играет в преуменьшение значимости. Человек, который не очень ценит себя, он не ценит и других, и если он обесценивает себя, он обесценивает других, и как будто именно из этого он преуменьшает значение подписчиков для него. Но это вообще не про Сатио на самом деле. Сатио ценит себя, и он знает себе цену. Почему же тогда он играет в это преуменьшение? Это чужая территория. Я на... Вы себя неуверенно чувствуете сейчас? Ну да. Да, я неуверенно. Ну не знаю. То, чему я вас учу почти в каждом видео. Не надо прятать свою неуверенность. Неуверенно себя чувствуете, говорите как есть. Это располагает. Ну да. Этот момент мне очень понравился. Разве нужно объяснять? Ну просто вот такое ощущение. А если человек чувствует уверенно, как он это объяснит? Я так хочу, или я не знаю почему, нормальные ответы. Вы ничего не должны объяснять кому-либо, если вы этого не хотите. Ну, за исключением случаев, когда это ваш работодатель. Люди, которые глубоко в это уходят, начинают изучать санскрит. Вы учите санскрит? Нет, нет. И никогда не начинали. Нет, и сомневаюсь, что они его учат. Вы все знаете мою любовь к Ксении. Но как можно было придумать такой бред? Сейчас разворачивается очередная манипуляция, и мы вместе с вами будем следить за ходом ее мысли и увидим, к чему это приведет. Если ты не знаешь санскрита, ты никогда глубоко не можешь погрузиться. То есть она ему говорит, если ты не знаешь санскрита, то то, что ты говоришь, не имеет ничего общего с какой-то глубиной, и ты понятия не имеешь, о чем ты вообще говоришь. Ксения, мы поняли. Цель твоего интервью – показать, что Сатия несет хрень. Расходимся. Чтобы прочитать Библию, вы же не будете армейский язык изучать? Его ответ, конечно, абсолютно гениален. Причем тут санскрит? Предположим, я хочу изучать в оригинале труды каких-то психологов. Но мало просто знать язык. Нужно, чтобы понять вот эту вот всю глубину, нужно еще пожить в этой стране 5-10 лет, понять их менталитет, а вот после этого уже я бы имела право говорить об их учениях. Но это бред. Так мыслят перфекционисты. Это те люди, которые знают идеальный путь, но не начинают его, потому что он слишком тяжел. Лучше сделать хоть что-то, хоть как-то, чем хорошо ничего не делать. Я заметила интересный прием, который использует Сатия, когда ему не нравится вопрос или замечание. Вот пример утверждения. Получается, что вы доверяетесь переводчику еще и не одному. Но когда Ксения ставит под сомнение правильность доверия, Сатия не начинает ее переубеждать или как-то отстаивать свою позицию, а делает вот что. Да вообще нет никакого смысла. Нет никакого смысла доверять. Ты берешь и, знаешь, что такое философия. И следом он говорит, а и вообще, что такое философия? Да, и это просто способ уйти от этой темы. В чем смысл такого питания? Вообще нет. То есть мы живем в другом мире. Нет смысла. Вот это тот же прием. Татающая демократия невозможна и не нужна, по сути дела. Я не знаю, я не политик. Я действительно не... Да, это точно такой же момент. Что говорили, что не вас попутят? Только что, а... Еще одна довольно забавная попытка Ксении навязать Сатии свое мнение. Кто-то выбирает, я не знаю, философию рыцарев-джедаев, по большому счету. То есть вы выбираете то, что вам подходит, и опускаете то, что не подходит. Она как бы говорит нам, зрителям, что то, что Сатии не подходит, он в это просто не смотрит. Да, но дает нам понять, как много он упускает. Ну, я бы так сказал, и ты выбираешь из всего... Это как с автомобилем. Ты выбираешь какой-то автомобиль и на нем едешь. И снова мы видим его прием, когда он не идет на конфликт мнений, а просто соглашается с ведущей. Каждый раз с новыми тезисами. Вот тут роль простачка дает сбой, и мы видим настоящего Сатию, нарциссичного, любящего себя и свою славу. Не существует никакой ведической кулинарии. Вы уже узнали у этого человека это? Ну, в том числе, но он довольно серьезный специалист. А вы откуда узнали о существовании? Да блин, я довольно известный специалист. Я 10-й, а вы там на каком? На 3-м, 4-м месте. Вот мы известные люди, а это какой-то Сафронов. Нет, у вас есть книга «Ведическая кулинария». Вами написано. Моя книга? Ой, я вас умоляю, это... Ну-ка, это что, просто для продаж? Нечего ему тут уже сказать. Уже к стенке она его прижала. Как сказать? Вот это был бы классный момент. Момент истины. И ничего в этом постыдного бы не было. Признаться, что книга была просто для продаж, для денег. Сати не дает признаться в этом его образ простачка, который он взялся играть с самого начала интервью. А вот если бы признался, то не выглядел бы так глупо. Вы встревали в какие-то истории? Допустим, вы подписываете договор с издательством. Они издают книги, которые ты видишь задним числом. То есть, в смысле, вы не знали, что он будет так называться? Нет. Серьезно? То есть, вас обманули просто? Нет, меня не обманули, но я в этом вообще никак не разбирался. Он вертится как уж на сковородке. Почему-то ему не стыдно говорить, что для поддержания штанов он проводил лекции или какой-то философский клуб, а сказать, что да, подписывал контракт на книгу, которая выходила просто под моим именем, потому что нужны были деньги. Вот это ему почему-то стыдно. Хотя понятно, почему. Он же слуга абсолютной истины. Для объективности хочу отметить, что все-таки кое-где честность проскальзывает. Ну, ведическая кухня, да, питание в благости. Ну, нет. Я вам бы ее не подарил, такую книгу. Ну, спасибо за откровенность. Не, ну, это так и есть. Любовь, божественная женщина, счастье, деньги. То есть это самые такие продаваемые слова. Ну, конечно, но обвинить человека в том, что он хорошо называет книги, продаваемые сложно. Смотрите, как он снова уводит акцент с темы денег. Это в нем заговорил снова образ простачка. Можно было по-честному сказать, у меня классные книги, я хочу, чтобы они продавались, поэтому придумываю хорошие и продающие названия. Но ему эта тема неприятна. Я тоже не стеснялся. А вам зачем это, так много продавать книг? Жажда денег и власти, и известности может быть из-за этого. Ура! Он понял, что он не отвертится от Ксении и пришлось, хоть и под сильным нажимом, сказать правду. Недорогой образ жизни, о котором вы упомянули, он все равно стоит. И за это надо платить. А общине своей вы помогаете? Общине? И снова шпилька от Собчак, которая всем своим видом хочет показать, что важность духовности сати раздута. Если ко мне обратятся за помощью и убедят, что есть какое-то мероприятие, какое-то нужное, кто-то нуждается, я не лишен таких вещей. Это нормальная, здоровая позиция. Вы не обязаны кому-то помогать, ни финансово, ни морально. Даже если вы очень богатый человек, если вы просто не хотите этого. Разбор получается таким, будто я симпатизирую сати. Ну, наверное, в этом и есть объективность, когда я взгляды его не разделяю, но хорошие моменты замечаю. Ну, это для тех моих зрителей, кто не видит разницы между активной поддержкой чьей-то позиции и просто похвалой за удачные психологические приемы. Ну, вы поняли, о чем я. Почему лично не стали в этом участвовать? Лично? Как лично? Поехать в Донецк готовить? Я не хочу ехать в Донецк готовить. Тут я опять офигела, конечно. Ксения превзошла саму себя по количеству абсурдных вопросов в интервью. Почему бы каждому не заниматься своим делом? На месте сати я бы спросила ее, ну, почему бы вам не перестать платить няне и не заниматься постоянно ребенком самой? Потому что я не люблю войну. Зачем туда ехать? Зачем там готовить? Я уже вам говорила, ваши «я хочу» или «я не хочу» являются достаточным обоснованием для любого решения. Почему вам комфортно в патриархальном? А я, ну, мне так нравится. Вот он еще использует такой же прием. Почему вам в одинаковых, ну, в равных условиях хорошо? Вот тут Сатья довольно четко обозначается, что он рассказывает то, как сам живет. И это очень важный тезис. Он нам пригодится в будущем. Во Львове, в котором я был первый раз, и хотел понравиться, ну, местным жителям. Хотели понравиться? Я всегда хочу понравиться. Я даже вам хочу понравиться. И вот снова этот прием, когда человек обнажает то, что скрыто и неочевидно. Такие довольно уязвимые вещи вызывают симпатию. Рассказывая вам эти приемы, я надеюсь, что и мне удастся вам понравиться. В этих рамках патриархальных я значительно эффективнее, чем в равных. Почему? Ну, потому что меня вдохновляет о ком-то заботиться, кого-то спасать, кого-то защищать. Мне очень важно. Хотя я не придерживаюсь патриархальной модели отношений, как человек, как психолог, я Сатье аплодирую. Вся суть психотерапии сводится к одному, чтобы познакомиться с собой. И чем лучше вы себя знаете, тем больше вероятности, что вы встретите человека, с которым построите действительно классные гармоничные отношения. И если вы, к примеру, властная женщина, то не надо строить из себя такую тихую, зависимую. А если вы властный мужчина, ищите женщину, которой рядом с вами будет очень хорошо. То кажем, мы свое. Одному нравятся апельсины. Вот, Сатье подтверждает мои слова. Есть где-то женщина, которая усыновила себе мальчика и дает ему деньги на сигареты. И они счастливы. И пусть они будут счастливы. Дальше снова будет выступление Ксении. По какой причине вы считаете, что патриархальная модель, вы же говорите, это на лекциях, что она... Вы слушали какие-то мои лекции? Очень много. Они вас не убедили? Нет. Ну все, отлично. А есть те, кого убедили? По какой причине патриархальная модель лучше? Ксения, Сатья уже несколько раз ответил на этот вопрос. Я не понимаю, в чем спор. Правда. Собчак придерживается модели равенства. Мне, кстати, тоже эта модель близка. Сатья придерживается модели патриархата. И было бы странно, если бы его аудитории, которая непосредственно приходит для того, чтобы послушать о модели патриархата, он говорил, но вы знаете, есть вообще-то разные модели. Зачем? Человек находит человека. Да, они не идут как бы к психологу. Они идут слушать то, что им откликается. Поэтому в чем смысл? Я не понимаю. И сейчас я кинусь на амбразуру доказывать какие-то истории. Но вы же слуга абсолютно истины. Ой, я вас умолен. Блин, совсем не нравится мне Собчак на этом интервью. Помните, вначале она пыталась протолкнуть ему идею, чтобы он взял ее манипуляцию, что он слуга абсолютно истины. Он ее не взял. И сейчас посмотрите, что эта сучка делает. Она говорит, но вы же слуга абсолютно истины. Да, такая, как будто он дурачок и не помнит, о чем они говорили. И он так уже устал. Я вас умоляю. Вот молодец. Не берет. У вас тоже какая-то миссия через нашу программу «Убедите меня и моих зрительниц». Но вы же не измените свое мнение. Ну, почему? Ну, может быть, вы будете убедительны. Скорее всего, нет. Почему? Ну, времени у нас не хватит. Очень интересно. Можно привезти на водопой лошадь, но нельзя, а ее заставить пить. И снова я ставлю Сатье плюсик. Лайфхак. Если вас кто-то пытается перетянуть на свою сторону, и чтобы вы начали что-то доказывать, это манипуляция. Не надо никого убеждать в том, в чем он с вами как бы сразу категорически не согласен. В данном случае Ксения пытается Сатью и нас с вами убедить в том, что патриархальная модель отношений это полная хрень, и это вообще опасно. Но смотрится выигрышно спокойный и размеренный Сатья. И он спокойно отвечает А я так живу, а мне так нравится, а я в этом эффективен. И тут совершенно не с чем спорить. А патриархальная модель, смотрите, мне она кажется вредной. Почему? Убедите. Потому что она формирует определенное женское мировоззрение с детства. Фу, хоть какая-то конкретика от Ксении пошла, потому что до этого было совершенно непонятно, в чем суть ее претензий. Что вы от меня хотите сейчас? Что я должен сделать? Другой тариф им продавать? Другой тариф продают все на каждом углу. Нет. Какого хера Сатья должен продавать другой тариф? Каждый человек продает, если вы хотите, такими словами говорить, продает то, что считает нужным, то, во что верит. По такой логике можно подойти абсолютно к любому человеку, Ксении в том числе, и сказать, а что это ты не продаешь то, что я считаю нужным? А с чего? Бесит. Подождите, вы знаете, как стать счастливым в равных отношениях? Да. Ну, расскажите. Быть абсолютно независимым. У каждого должна быть своя финансовая история. Да. Мне так хочется, чтобы Ксения победила, а Сатья проиграл. Но он снова показывает себя очень адекватным. Он говорит абсолютно адекватные вещи, что знает, как действовать в разных ролевых отношениях. но выбирает свою. Ну, с чем тут поспоришь? В мире нет никакой объективности, нет никакой справедливости. Поэтому справедливо то, о чем двое договариваются. И в этом смысле важно опираться на себя, на том, что для вас будет означать счастье. Вот чем дальше смотрю это интервью, тем больше вижу, как Ксения в этом интервью обосралась. Вы сказали, если ты поборол женщину, это то же самое, что ты заборол муху. Пожалуйста, услышьте меня. Если вы хотите услышать, услышьте. Вот и у Сатьи кончилось терпение. Он начал выходить из себя. Ксения прицепилась к фразе, что победить женщину, это то же самое, что забороть муху. В литературе этот прием называется метафора, когда мы используем яркое сравнение для лучшего понимания. В позиции патриархата женщина и так зависима от мужчины. И Сатья говорит о том, что не надо на нее дополнительно давить, ей так непросто, она и так зависима. И эту идею я считаю вполне правильной. Ксения будто оскудела умом и пытается приписать Сатье то, что он не имел в виду. Почему ты не можешь со своей женой поспорить, цивилизованно, чья позиция важнее и лучше для семьи? Хорошо. Так. Что я должен еще сказать? Ну что, разве я не права? Нет. Помните, я говорила вам запомнить тезис, что Сатья эффективен в модели патриархата. И вот в этом случае он как раз его забыл. Мне кажется, сказалось волнение. потому что здесь на его месте я бы ответила. В концепции модели равенства ты можешь спорить с женой сколько угодно, потому что ты партнер, друг, и вы на равных. Но в концепции патриархата это не так. Также хочу добавить, что Ксения пытается приписать ему, что это для женщины унизительно. Ребят, ничто не унизительно до тех пор, пока вы сами не унижаетесь. Да, как только вы почувствовали себя униженными, вот в этот момент это унизительно. А если для жены Сатьи не унизительно, что он с ней не спорит, то это не унизительно. Помните, как многие из вас реагировали на жену Теплякова? А она счастлива. В их семейной модели с ней все в порядке. Вот так она вышла. Ну, вы передернули, и у меня нету времени и сил доказывать вам обратно. Сатья остался при позиции «Останусь со своим мнением». Супер! Вы можете не спорить с оппонентом, но и не соглашаться с ним. Ну, скажите, что ляпнули лишнего, как с Киевом, со Львовом. Зачем вы меня? Ну, даете мне варианты ответов. Я тут же не ЕГЭ сдаю, по большому счету. Нет. Просто торжество искренности Сатьи в этом ответе. Наконец-то он стал собой, и мы видим, что у него и с границами, и с пониманием все в полном порядке. Наконец-то он снял образ этого простачка. Ксения хочет, чтобы он извинился за свои слова, но он не чувствует себя в этом виноватым, не имел это в виду и имеет полное право этого не делать. У нас не патриархальное, у нас через задницу все. То есть, то, о чем я говорю, о том, что мужчина это лидер в семье, мужчина тот, который берет ответственность. Так хорошо шел Сатья и снова начал юлить. Счастливая женщина это безответственная женщина, ответственность за которую взял достойный человек. Независимости в этом мире не бывает. Так, теперь давайте разберемся. Я несколько раз прослушала этот короткий кусок про безответственность и независимость. И хоть и с трудом, но поняла, как Сатья уходит с неудобной для него темы. В случае Сатья уходит это то же самое, что начинает сомневаться в своей правоте. Собчак пытается выяснить, почему ответственность за женщину несет мужчина. Честно говоря, когда я услышала этот тезис, мне даже стало жутко, что за мою жизнь несет ответственность кто-то другой и, значит, распоряжается моей жизнью. И вот и Ксения тоже решила выяснить, почему это хорошо и правильно. У вас есть ребенок? Да. Я несу за него ответственность. А что, ну что, овец, что ли он? Баранчик маленький? А вы взяли за него ответственность? Тут мастерство ухода Сатья дает сбой, и он приводит совершенно абсурдный пример. Он сравнивает ответственность за женщину и ответственность за ребенка. Но ребенок это несовершеннолетний человек, который физически, физиологически не может сам за себя нести ответ. Сатья понял, что попал в просаг и решил зайти с другой стороны. Люди совершеннолетние должны брать за них ответственность. Дочь 28 лет, ее отец 52 лет. Он должен брать ответственность за свою дочь? Смотря в чем. То есть вы допускаете, что кто-то берет ответственность. Не кто-то, а за своих детей. Давайте сейчас вместе посмотрим ближе эту фразу. Она очень классно простроена прям. Классика манипуляций. То есть, а слово то есть это уже вывод, который Сатья делает за Ксению. Вы допускаете, что кто-то, кто-то, это значит любой человек, не обязательно отец, берет ответственность. Если бы Ксения была бы послабее, то она бы пропустила эту манипуляцию мимо ушей, но она крепкий орех. Почему я, как большой, крепкий мужик, не могу взять ответственность за женщину, которая хочет это? Потому что женщина самостоятельная. Еще раз. Слушай, женщина, которая этого хочет. И тут я вам признаюсь, честно, я поплыла. Я уплыла вместе с Сатьей. Я начала ему поддакивать и такая, да, все нормально, говорит. Почему, если он хочет взять ответственность? И женщина хочет, чтобы за нее взяли ответственность. Почему они не могут этого сделать? И я такая внутри себя начинаю думать, Ксения, почему вот вы сейчас на него нападаете? И потом такая, стоп, вопрос был вообще другой. вопрос мой был в том, вы от него уходите сознательно, на мой взгляд. Мне кажется, что почему не собирать не в мужском клубе это говорить, а и женщинам так же не говорить. Давайте признаем, Сатья мастерски уводит нас от темы. Нужно стремиться быть независимыми от недостойных людей. Еще один классный, но сложный прием, такой прием для интеллектуалов. Нужно сказать что-то неопровержимое и желательно в этом повторить слова из части вопроса, но закончить чем-то другим, с чем сложно поспорить, как и сделал это Сатья. А если ты хочешь быть зависимой, выбери человека, от которого ты абсолютно независима, хочешь абсолютно зависеть? Когда нечего сказать, вместо тысячи слов, он уже сам запутался в том, что говорит. Завоевывает. Сейчас физическая сила имеет такое же самое значение. Еще пример разворотливости Сати. Сати утверждает, что даже в настоящее время физическая сила это показатель альфа-самцовости, но приводит совсем не жизнеспособные примеры. То про подъезд. Человек, способный своим разумом создать что-то большое, всегда будет большим альфа-самцом, чем просто человек, который накачал себе мышцы. Это если они в подъезде не встретятся. То про необитаемый остров. Если завтра мы все попадем на необитаемый остров, то сразу выяснится, что нужно. На что Ксения резонно отвечает. На сегодняшний момент сила, физическое значение иметь перестало. И даже то, что вы говорите альфа-самец определяется уже другими вещами. В этом смысле Абрамович больше альфа-самец, чем самый большой качок в мире, в котором вы живете. И с этим примером невозможно поспорить. Сатье совершенно нечем крыть, но он не может и согласиться. И вот так же невозмутимо он говорит. Я не знаю, зачем мы об этом беседуем. Я просто... Что это модель. Мы как начали с питания. Смотрите, я очень веду свою линию. пожалуйста, не убеждайте меня. Это бесполезная задача. Этот прием невозмутимость. Ведите себя так, будто так и должно быть. Я вас уверяю, невнимательный человек не заметит. Ну, я себя вполне понимаю. А вас понимают? Ну, понимают близкие люди. Вот это, конечно, меня возмутило. После того, как Ксения сказала, что она себя понимает и ее близкие ее понимают, посмотрите на лицо Сати. Оно полно презрения. Когда я смотрела этот кусочек псевдопсихологического стенда по Сати, меня ничего не задело, не покоробило, потому что я нецелевая аудитория. И я понимаю, что женщины, которые ходят на его лекции, им приятно быть в статусе существ или объектов, над которыми живут жизнь, за которых живут их жизнь, им от этого хорошо, вопросов нет. Но когда я увидела на лице Сатьи презрение по отношению к тому, что Ксения себя понимает, вот тут я поразилась двуличию. Ты несколько раз повторил, что все модели имеют право на существование, но на самом деле в тебе возникает презрение, когда есть женщина, которая себя понимает и которую понимают другие. Получается то, что было сказано, что все имеют право и бла-бла-бла. Это просто слова. Логика прослеживается. Ну, хорошо, пусть так. Эти слова тоже пример презрения и снисхождения. Мол, ну да, что тебе тупое объяснять. Действительно считаете, что у женщины слабее разум? Да. Обратите внимание, именно на фразе у женщины слабее разум он впервые за передачу так кардинально меняет позу. Он закидывает ногу на ногу и возвращает руку на прежнее место, показывая нам реакцию защиты и страха. Ему страшно сейчас на всю страну говорить, что он правда считает, что у женщины слабее разум. Хотя я, например, не понимаю, что скрывается за этой фразой слабее разум, что это значит. Но это тоже прием. Говорить витиеватые не конкретно, чтобы никто не мог понять. Вот дальше он рассказывает теорию и Ксения задает очень важный вопрос. У женщины слабее разум, потому что у женщины полушария мозга работают не так, как у мужчины. Простите, это научный факт по поводу того, что работает либо правая, либо левая полушария? Да, научный факт в моем мире. То есть он рассказывает свои выдумки, но преподносит это как научные факты. Теперь понятно, о какой опасности говорила Ксения и на какую чистую воду хотела вывести его вначале. Но просто есть исследование уже мозга, МРТ, работы мозга. Прикольный момент. Когда Ксения начала действительно говорить о науке и рассказывать об исследованиях МРТ, то Сатья ее жестко перебил. Он понимает, что то, что он говорит, это его собственные фантазии. Поэтому как можно скорее уводит Ксению от темы. Об этом пишут книги, связанные с работой мозга. Это уже факты установленные. Мое мнение не совпало с вашей. Ксения ему про науку, а он ей про свое мнение. Причем тут мнение? Но наука ему не интересна. Женщина имеет уникальную способность накидывать мужчине разум, когда у него нету просто-напросто. Потому что у него он есть всегда. Ой-ой-ой. А вот тут мы сталкиваемся с реальной опасностью для женщин. Такой псевдонаучной теории можно оправдать многое. Например, мужской абьюз. Ну а что? Мужчина ударил женщину и сказал, а я был на эмоциях, у меня всего одно полушарие работало, а у тебя два полушария работают, и ты сама виновата, что меня не остановила. Фу, меня аж передергивает. Пока женщины и мужчины будут считать, что именно женщина ответственна за то, чтобы цитата «накинуть разум мужчине, пока его у него нету», то будут происходить разные дикие вещи. Например, только женщина в таком случае будет нести ответственность за то, что была недостаточно гибкой, мудрой, скромной, решительной, да какой угодно, но виновата она. И вот она не накинула разум мужчине, когда его у него нету, и поэтому произошло вот это неприятное событие в их жизни. Или приятное не произошло. Но при этом разум у женщины слабее, сам по себе. Да он одинаковый. Проходит ровно минута, и Сатья говорит, что разум у женщины и мужчин одинаковый. Понятненько. Вот такая теория. все, я больше не могу это слушать. Все интервью я пыталась избавиться от гаденького чувства. Вот что-то было неприятно, когда Сатья изворачивался. А сейчас я поняла, это напоминает мне газлайтинг. Когда человек сначала что-то утверждает, а потом это же опровергает. И ты думаешь, так, непонятно, я что, дурак? У меня масса духовных вопросов, но вы о них не знаете. Я хочу о них узнать. Да нет, ну вы не хотите. да, мы с этого начали разговаривать. Когда задает вопрос, слушают ответ, но вам же не нужен мой ответ. Вот тут Сатья вышел из себя и, на мой взгляд, очень ярко себя проявил. Наконец-то ушел тот альфа-самец, великий муж, о котором он говорил. И на его место пришел обиженный мальчик, которому, если не смотрят в рот, он не будет говорить. Хотя Ксения хотела разобраться в его философии, если это можно так назвать, и почему одно не сходится с другим. И тут мы наблюдаем целую истерику, мол, если ты не только меня слушаешь, а еще и вопросы задаешь, я тебе вообще ничего не скажу. Очень знаю, что ответить, может, там есть какой-то подвох. Вот пример пассивной агрессии. День брака, вы скажете, какой-то нерешительный человек, и не смог несколько раз. Он злится на Ксению, но вместо взрослого прямого послания, мол, злюсь на вас из-за того, что вы меня не слушаете. Он делает так, чтобы она начинала уговаривать его ответить. Обиделся малыш. Я ему рассказываю, как вести семейную жизнь, вот так, как я это делаю. И обвинить меня в том, что я рассказываю так, как я сам понимаю, это невозможно и неправильно. Вот это абсолютно правильно. Если бы все интервью он повторял одну и ту же мысль, то не к чему было бы прикопаться. И теперь я думаю, почему он так не сделал. Могу только предположить, что Сатья понимает то, под чем нет научного обоснования, это просто фантазии автора. Возможно, ему просто не хочется, чтобы его называли Сатья фантазер. фантазер. Несмотря на то, что первую часть интервью Ксения провалила, во второй части она все-таки своего оппонента дожала. Правда, непонятно за счет чего. То ли за счет профессионализма, то ли просто измором взяла. Но, как говорится, игра забывается, а результат остается. И не забывайте писать в комментариях кого еще вы хотите видеть на разборах. Часто мы берем идеи именно оттуда. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, а еще подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, потому что с Ютубом вы видите сами. Непонятно, как будут дальше обстоять дела, а нам надо всегда оставаться с вами ВКонтакте. И не забывайте основное правило канала. Вижу Лину, ставлю лайк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok